Приветствую, друзья. Месяц назад в катастрофе самолета был убит Евгений Пригожин. Свою версию произошедшего я озвучил сразу, и не поменялась она и сейчас. Это Путин избавился от члена своей банды. Избавился потому, что Пригожин своим мятежом поставил его перед тяжелым выбором. Проглотить унижение и потерять легитимность в глазах своего мафиозного окружения, или отомстить обидчику и тоже потерять, но чуть меньше. Путин выбрал второй вариант. Обидчик демонстративно убит. А его смерти публично заявлено чуть ли не в тот момент, когда обломки самолета еще падали. Унижение смыто кровью. Альфа-самцовость главаря Шайки практически восстановлена. Почему практически? Ну, во-первых, мятеж все-таки он проворонил. И от этого уже никуда не деться. Ошибся в приближенном, допустил нелояльность, оказался не готов к подавлению. Во-вторых, убийство Пригожина, конечно, запугало всех путинских приближенных. Но запугало не только в смысле, что показало цену нелояльности. Демонстративная расправа со взрывом самолета заставила путинских подручных задуматься, одет-то вообще еще в здравом уме или уже как. То войну начинает, то приятеля своего в самолете взорвет, а потом еще расскажет, какого человека страна потеряла. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. В общем, после июньского мятежа у Путина был выбор между двумя плохими вариантами. Он выбрал тот, при котором не стало Пригожин. Я, кстати, не сомневаюсь, что тут нет никакой инсценировки. Пригожин действительно был в том самолете, а значит, его больше нет. Но Пригожин еще при жизни стал символом эпохи. В плохом смысле символом. Потому что какая эпоха, такой и символ. Уголовник и бандит, повар Путина, создатель империи троллей, крупнейший получатель государственных заказов, хозяин частной армии, бросивший вызов армии государственной. Этот в плохом смысле символ ушел. Ушел из жизни, из политической конфигурации страны. Но оставил наследство. И наследство в плане активов, и наследие в смысле последствий. Об этом сегодня и поговорим. Бизнес-империя Пригожина может многое нам рассказать о том, как устроен путинский режим. В 70-е и 80-е годы прошлого века будущий хозяин ЧВК Вагнер был простым ленинградским уголовником. Причем промышлявшим не самыми уважаемыми по криминальным понятиям делишками. Выйдя из ресторана «Океан», они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин схватил ее за шею, стал душить. Пригожин продолжает душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание. После чего с нее сняли сапоги и золотые серьги. Это цитата из приговора суда в отношении Евгения Пригожина. Душить женщину до потери сознания, чтобы снять с нее сережки. Или во время очередной квартирной кражи позариться на оплетку для автомобильного руля. Достойная добыча и достойное начало большой карьеры. Но то, что вызывает ужас и брезгливость у нормального человека, востребовано в среде спецслужб и бандитов. Душитель женщин и похититель оплеток для руля становится получателем сотен миллиардов рублей от государства. На эти деньги Пригожин выстраивает сначала медиа и пропагандистскую империю, работающую в интересах Кремля, а затем создает частную армию, тоже в интересах власти и кремлевского режима. Вообще, если коротко сформулировать историю успеха Пригожина, то она будет звучать приблизительно так. В 70-е и 80-е он мелкий бандит и грабитель. В 90-е знакомится с крупными бандитами, курирующим их чиновником питерской мэрии Путиным. В нулевые Пригожин кормит бандитов и чиновников в своих ресторанах и устраивает их досуг. В 10-е на деньги от господряда встроит прокремлевские медиа, фабрику троллей и ориентированную на локальные задачи частную военную компанию. В 20-е благодаря войне Пригожин становится публичной фигурой и хозяином крупнейшей частной армии в стране. При этом на поздних этапах своей карьеры единственным существенным источником для финансирования бизнесов и инициатив Пригожина остается государственный бюджет. Сколько же денег российское государство потратило на финансирование Пригожина? По словам Путина, только за год войны его структуры получили от государства около 300 миллиардов рублей. Государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877, страховые выплаты 110 миллиардов 179 миллионов. Поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. А со слов Дмитрия Киселева, всего Пригожин обошелся государству почти в 2 триллиона рублей. «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Понятно, что безоговорочно верить такому достоверному источнику, как Дмитрий Киселев, не стоит, но порядок похож. Куда же пошли эти деньги и как функционировала Пригожинская бизнес-империя? Деньги получались на господрядах. Частично вкладывали в строительство, в управление недвижимостью, в другие бизнесы, а частично прямо шли на финансирование ЧВК, на финансирование медиаресурсов и некоторой политической деятельности. Распутать денежные потоки империи Пригожина задача практически неуполнимая. Мутные господряды с неизвестной нормой прибыли, сотни, если не тысячи фирм однодневок для заметания следов, оперирования гигантскими, никак не отслеживаемыми суммами наличных, ну и такие экзотические методы расчета, как золотые слитки и алмазы. В целом, достоверно можно сказать пару вещей. Пригожин получил от государства не менее триллиона рублей. На момент смерти у него оставался ряд дорогостоящих объектов недвижимости, десятки и сотни фирм с заключенными на них государственными контрактами и какое-то количество наличных и драгоценностей. Основная часть крупных активов уже переоформлена на сына Пригожина Павла. Но сын без авторитета, без связей, без силовых возможностей вряд ли удержит все активы. Поэтому главным наследством Евгения Пригожина в части активов станет картина того, кто и как будет перехватывать его наследство. А эта история уже стартовала. Пригожинские тролли с мая работают против своего хозяина, а значит перехвачены. Контракты на школьное питание от пригожинских фирм переходят компаниям сына Патрушева. Медиа империи Пригожина ищут нового хозяина. Зависшие на фирмах-однодневках гигантские объемы наличных тоже кому-то уже достались. Ну, поскольку у ЧВК Вагна явно возникли проблемы с выплатами. В общем, Пригожин представлял собой классический пример поднявшегося на близости к власти псевдобизнесмена. Таких в каждом министерстве или службе ФСБ навалом. Они уже не очень молоды. Миллиарды спрятаны и нелегализованы. Главная проблема этих людей – передать эти миллиарды по наследству. Возможно ли это? И кому уйдет наследство при смене поколений, мы увидим на примере Пригожина. Этот модельный пример и будет его настоящим наследием. Насилие всегда было ключевым инструментом Пригожина для достижения целей. Начиная с того, как он душил гражданку Королеву ради Сережек и заканчивая военными преступлениями в Украине. И Пригожин надо отдать ему должное. В этом был очень эффективен. Он сделал чрезвычайно много, чтобы насилие плотно вошло в политическую жизнь. Причем насилие не в понимании даже силовиков, когда все вопросы решаются через уголовные дела и посадки. А вот прямое насилие. В 2016 году был отравлен муж Любы Соболь Сергей Мохов. Как стало известно потом, это была месть Пригожина и его людей за расследование ФБК о заработках Конкорда, компании Пригожина на госзакупках. Группа бандитов постерегла Мохова около подъезда и вколола токсин, вызвавший конвульсии и потерю сознания. В 2018 году, и это то, что я никогда не забуду даже мертвому Пригожину, в Центральной Африканской Республике были убиты трое журналистов. Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они собирали материал для одного из моих расследовательских проектов. Мы проделали колоссальную работу по расследованию этого убийства и смогли доказать, что к расправе над журналистами напрямую причастны люди Пригожина. В этом расследовании еще есть пара белых пятен касательно некоторых деталей. И я настоятельно советую тем из Пригожинских, кто обладает информацией об убийстве в Цар, не медлить и обратиться к нам. Вы, наверное, заметили, что люди, хоть как-то замешанные в этой истории, долго не живут. Так что позаботьтесь себе, расскажите, что знаете, и мы поможем вам выкрутиться. На Ближнем Востоке и в Африке окончательно формируется главный Пригожинский актив. ЧВК Вагнера и главный инструмент жестокости насилия. Снятая наемниками из Вагнера расправа над сирийским солдатом была столь чудовищна, что ее невозможно даже показать в этом ролике. Хотя она доступна в сети любому желающему. И, конечно, приход такого насилия вместе с ЧВК в Россию был лишь вопросом времени. С началом использования наемников в войне против Украины началось использование выработанных в Африке и Сирии методов. Пытки, помещения на подвал, расстрелы за оставление позиций стали обычной практикой в рядах ЧВКшников на фронте. Но достаточно быстро насилие начало распространяться значительно шире. К моменту, когда украинцы смогли остановить путинский блицкрик, российским военачальникам стало понятно, что на фронте нужно больше солдат. Но всеобщую мобилизацию объявлять было страшно. Я не знаю, кому в голову пришла идея вербовать заключенных, но возглавил эту деятельность и стал ее символом Пригожин. Суть вербовки заключенных для ЧВК была ровно противоположной правосудию. Суд старается изолировать самых опасных, жестоких и неисправимых преступников от общества. Пригожин ездил по колониям и искал самых опасных, жестоких и неисправимых преступников, чтобы дать им помилование и вытащить из тюрьмы. Желательно, отсидевший пятнашку и более, желательно, впереди пятнашка и более, желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь элементов отцепил, это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты. Конечно, Пригожин освобождал заключенных для фронта, но через полгода боев они получали свободу, снятие судимости и возможность продолжать свою жизнь, как им заблагорассудится. Кстати, обычных мобилизованных контрактников держат на фронте бесконечно без ротации, отпускают через полгода именно зэков. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Как бывшие зэки из ЧВК «Вагнер» продолжили жизнь на свободе, вы можете узнать, немного погуглив новости. Бывший зэк из ЧВК «Вагнер» устроил резню, убитый шестер. Бывший боец ЧВК «Вагнер», вернувшись со своего, избил и изнасиловал девушку. Ну и так далее. Сколько таких убийц и насильников, выпущенных из тюрем и прошедших войну, вернулись к обычной жизни? Этого не знает никто, наверное, десятки тысяч. Тех людей, которые благодаря Пригожину точно знают, насилие и жестокость в этом государстве ценятся и вознаграждаются. Пригожин сам был выходец из бандитской среды, где ценилось безразличие к жизни других людей. Эта практика во многом благодаря ему стала широко востребована для решения политических задач самого разного масштаба. Но ровно эта же практика, решение всех проблем чистым насилием, была в результате применена и к самому Пригожину. Когда ты используешь кувалду и оружие для достижения всех целей, будь готов, что и к тебе применят то же самое. Это важный урок, который оставил после себя Пригожин. И это урок для всех тех, кто считает, что насилие – это самый простой и эффективный способ. Ответом на насилие будет насилие. Если ты боишься судьбы Каддафи, то, отказываясь от мирной смены власти, ты приближаешь его судьбу. Наверное, если человека в лоб спросить, кто такой Евгений Пригожин, попросить сформулировать коротко, то будут доминировать два ответа – путинский повар и глава ЧВК. Согласитесь, что с формальной точки зрения повар и глава ЧВК – это не самые статусные позиции в системе власти. Но реальное значение и влияние Пригожина были значительно выше. После убийства журналистов в Царе я потратил много времени, сил и средств на расследование в отношении Пригожина. Не поверите, но даже жалко в какой-то момент было, что с его смертью не удастся все это ему в суде предъявить. В числе прочих материалов мы получили доступ к календарям Пригожина, к расписанию его встречи-звонков. Кого там только нет. Созвоны и встречи с Шойгу, Войно, Громовым, Володиным, Песковым, Золотовым, Грефом, Костиным, Дюминым, Цаликовым, Картополовым, Шевцовой, Рабодановским, многими другими. Уровень контактов и встреч, как у не самого последнего министра или у главы крупнейшей корпорации. Повар? Хозяин ЧВК? Конечно, нет. Феномен Пригожина, а он не один такой, но самый заметный. Это не совпадение формальной и реальной иерархии в государстве и власти. Путинская власть построена на том, что работает не по правилам, а по понятиям. Что институты ничего не значат, а значат личности. Это выгодно для режима и губительно для государства. И Пригожин своей жизнью и смертью сделал очень много, чтобы государства с институтами и правилами стало меньше. А понятий и исключений с правил больше. Путинский повар, который на деньги от госзаказов на школьное питание строит провластную медиа-империю, фабрику троллей, воюет с оппозицией. Вчерашний бандит, который на государственном финансировании создает параллельную армию из наемников и уголовников. На непонятных основаниях участвует в войне и вступает в конфликт с Министерством обороны. Сначала словесный, а потом и вооруженный. На счету Пригожина множество преступлений и насильственного экономического характера, которые осуществлялись в интересах или под прикрытием интересов власти. За эти преступления он не понес наказание, не потому что преступления были тайны. Наоборот, он бравировал этим, бравировал своей неподсудностью и своим положением над любым законом. И это было правдой настолько, что для наказания Пригожина за мятеж не нашлось правовых рамок. Он был вне их. Нашлись понятейные. Неподсудность Пригожина сыграла с ним злую шутку. Вот какое наказание он получил бы за мятеж по суду? Ну, лет 15, с учетом того, что он даже не нарушал присяги, так как не давал ее. Какое наказание за мятеж последовало в той неправовой конструкции, которую активно строил он сам? Мы все видели. Всей своей жизнью и даже смертью Пригожин работал на разрушение государства и на установление над страной бандитской власти. Во многом он действовал эффективно. Немаленький вклад в развал государственных институтов и укрепление власти бандитов в стране – это и есть итог жизни и наследства Пригожина. Счастливого. Пригожин умер, но дело его живет. Лучше бы наоборот. 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 Продолжение следует...